Привет, друзья! В эфире Ракета Ньюз и я, Анна Сочина. Поехали! Владимир Путин в конце прошлой недели подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. И уже на этой неделе Минюнс зарегистрирует первые зарубежные СМИ в качестве иноагентов. В список войдут, как ожидается, 9 СМИ США, в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода». Напомню, что поправки в закон о СМИ стали вынуждены ответной мерой на притеснение наших журналистов США и, в частности, признание «Раша Тодей Америка» иностранным агентом. Если честно, то уже просто не терпится посмотреть и послушать, как каждая передача «Радио Свободы» будет начинаться со слов, на чьи деньги и в чьих интересах они эту самую передачу вещают. США и Южная Корея на фоне ракетных испытаний в КНДР начинают очередные военные учения. Видимо, для скорейшего установления мира в регионе. По данным южнокорейских СМИ, учения под кодовым названием «Виджиланд Эйс» станут самыми крупномасштабными в истории. В них будут задействованы около 230 самолетов, включая 6 американских истребителей-невидимок F-22. Военные планируют отрабатывать операции по уничтожению передвижных ракетных пусковых установок КНДР. Огневые учения по нанесению ударов по дальнобойной артиллерии противника, а также десантные учения по высадке на вражеской территории. Закончатся учения к пятнице, если, конечно, они раньше не спровоцируют Ким Чен Ина на войну. В Государственной Думе сегодня состоялось открытие международной конференции парламентарий против наркотиков. Народные избранники 43 стран будут совместно работать над совершенствованием правовой базы, направленной на борьбу с распространением и употреблением наркотиков. Например, одно из предложений спикера нашей Думы Вячеслава Володина – это ужесточение ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств. Конференция сегодня только началась, поэтому пока что рано говорить об ее итогах. Но я бы обратила ваше внимание на высказывание председателя Народного конгресса Индонезии Зульки Фли Хасана, для которого приглашение на конференцию стало исполнением мечты. Он так и сказал, что приехал в страну, которая давно восхищается, а президент которой, наш Владимир Путин, является для него кумиром. Как думаете, удастся ли Зульки Фли увидеться с Владимиром Владимировичем? Администрация Дональда Трампа в ближайшие несколько недель представит новую стратегию по национальной безопасности. Как удалось узнать в Wall Street Journal, новая стратегия будет учитывать угрозу, связанную с ядерным оружием КНДР, международный терроризм, политику Ирана, растущее влияние Китая и, разумеется, российскую агрессию и попытки нашей пропаганды на Западе. Эту стратегию пишут уже с марта текущего года, с тех пор, как в администрацию пришел советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. Как он сам недавно заявил, новая стратегия будет опираться на четыре пункта. Защита американских граждан на территории страны, процветание страны через развитие, торговлю и расширение производства, борьба с терроризмом на Ближнем Востоке и, цитирую, поддержание мира путем использования силы для противостояния Китаю, России, КНДР и Ирану. И эти люди после таких заявлений призывают нас к сотрудничеству. В Хабаровске предотвращено нападение на администрацию одного из районов города. Задержано четверо мужчин. По версии следствия, в августе двое хабаровчан организовали экстремистское сообщество националистического характера. Они и еще двоих знакомых решили совершать преступления против лиц неславянской внешности. Злоумышленники нашли пособие для создания взрывчатки и изготовили флаг организации. В заброшенных зданиях тренировались в стрельбе из пневматического и травматического оружия. Учились бросать бутылки зажигательной смесью. В планах было нападение на администрацию одного из районов города. Также велась подготовка к погромам продуктовых магазинов. Предполагается, что злоумышленники вдохновились действиями террориста, который в апреле этого года, убив инструктора в стрелковом клубе, похитил карабин «Сайга» и два пистолета, после чего напал на приемное управление ФСБ, в результате чего погиб один сотрудник спецслужб и один посетитель. А на сегодня это все. С вами была Ракета Ньюс и я, Анна Сочина. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова